Мы приехали в Харидвар, один из семи священных городов Индии. Хари – это Бог, Двар – это Ворота. Ворота к Богу называется, очень важный для индуистов город. Вот Пипл-3 называется, дерево Пипл. Индуисты ему тоже поклоняются. Они считают, что у этого дерева астральные корни не только вниз, но и вверх. И веды как будто бы тоже были через это дерево переданы. Это очень важное дерево. Вот это дерево очень для индуистов священное. Пипл-3 называется. Да. Они вокруг него ходят кругами. Вот, и к нам девочки присоединились, три русских девочки. Можно трогать, можно ходить вокруг. Да, можно потрогать. К нам девочки присоединились, которые, русскоговорящие, которые живут в Канаде. Только обувь, а не без обуви поднимаются. Вот сейчас вместе поедем в Шанти-Кунш. Они быстренько поменяли свои планы. Сколько килограмм? Много. Нет, не 20. 20? Я думаю, может быть 25. 25? 30, может быть. Да ладно. Да. Может быть 30. Ох ты. Какой красивый Шива нас встречает сразу. Вот здание вокзала. Харидвар. Ворота к Богу. Много. Тампо? 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 Да. Это храма Шанти Кунт, куда мы собираемся. О, вот он красавец живо. Его покрасили. Они поставили краску, они поставили цвет. Ой, боже, какой он стал красивый. Он был серый. Смотри, это шнель. Смотри, это шнель. В оранжевых обычно ходят в одеждах в саду. Их называют в саду. Отшейники. Люди, которые отказались от мирских благ. Ну и у каждого свой опыт. Кто-то путешествует пешком, кто-то живет при ашрамах. Кто как. Но есть и мошенники, которые наряжаются в оранжевой одежде. Это даже у Парамахамса Йогананда описано. Убийца был. Тоже его ловили в оранжевых одеждах. Он закрывался. В книге автор, теография йога. За ним бежал по-элицейски. И с размаху отрезал ему руку. А оказалось, он ошибся. И это был не этот убийца, а был настоящий сад. Причем такой просветленный йог, что он просто улыбнулся и прикрепил руку назад. Она там висела буквально на кусочке косточки. Он сказал, ничего-ничего. Вот такие здесь люди с необычными способностями, которые называются икет. Их можно достичь путем долгой, праведной жизни. Или многих жизней. Здесь тоже кругом растет конопля, марихуана. Очень многие садху, они курят эту марихуану. Особенно из секты нагов, которые голые. У них аж глаза красные. Они голые и в пепле. У них глаза красные от постоянного курения марихуаны. Поехали? Не знаю. Да, похоже, приехали. Да, первые ворота. Ашрам Шань Пекунш. Семья Гайфри. Прекрасная семья Гайфри. Потрясающе. Нам дали комнату с балкончиком. У вас тоже с балкончиком? Наверное, не знаю. Чистенько. Одеяло. Чистая постель. Постельная. Балкончик. А вот девочки рядом там поселились. Можно вашу комнату посмотреть? Ага. Здорово, да? Тоже. Там радио. Будут мантры. Да, там радио? Да, они будут с утра включать мантры. Саши, выйди на балкончик. Дарлинг, come to балкон. Дарлинг. Нет, Дарлинг уже пришел сюда. Ну, проблемы. Мы сейчас находимся в ашраме Шантикумш. Это практически маленький городок со своей инфраструктурой. Нам вот дали книжечки такие пояснительные об этом удивительном ашраме. Ашрам, правда, великолепный, потрясающий здесь производят посвящение в Гайатри мантру. Здесь могут научить делать явье, огненные церемонии. Вот нам сейчас дали комнату Патанджали, Бахаван, 32 номер, 32 дом. На втором этаже у нас комнатка. Мы ждем наших девочек. Это называется семья Гайатри. Вот это основатель этого ашрама. Сейчас его зять здесь, гуру. И мы теперь иностранная делегация. Фореный? Нет, я не могу. Делегейт. Делегейт. Сэр. Привет. Нет, нет. Он бурбурас вахар. Сэр, сэр, сэр. Это ашрам построен на удивительной земле, на которой еще в ведические времена семь риши медитировали. Вот эти вот риши медитировали, и до сих пор их вибрации. Это первое время здесь. В Индии есть церемония, когда первый раз обрезают волосы ребеночку. Это важная церемония. Вот они сейчас как раз и это делают. Малыша бреют на лысо. Собирают волосики. Ему не нравятся. Ну, это вот здесь заграничные гости регистрируются. Спасибо.